Сегодня на базе Анжи-арены города Каспийска проходит третий заключительный день 24-й российской выставки племенных овец и коз, где представлено свыше 400 животных из 12 регионов нашей необъятной страны. Сегодня гостей и гостей региона ждут выступления творческих коллективов, выводка баранов-чемпионов и многое другое. С самого утра на площадках многолюдно. Здесь развернуты секции с животными, овцами, козами, лошадьми, верблюдами. Тематические, где разные народы представляют свою культуру и быт и многие другие. Начался третий день с выступления коллективов художественной самодеятельности регионов. Свои колоритные номера также продемонстрировали заслуженный артист России Тагир Курчаев, государственный ансамбль песни и танца Дагестан, заслуженные артисты региона Ехья Исаков, Заира Дибирова, Херенду Султанова, Рамазан Абдулганиев, а также творческий коллектив из Калмыкии. Стоит отметить, что в рамках выставки функционировала площадка «Предложения науки и бизнеса для агропромышленного комплекса», где компании данной области представляли свои продукты. У нас представлены здесь семена, которые у нас, конечно, не масштабны, просто у нас науки, достижения у нас, у нас результаты, у нас есть разработки, поэтому мы уже то, что нами разработаны, мы представляем сельхозтоваропроизводителям. Нашим регионам, которые, да, то, что адаптированы уже сорта, районированы уже, также мы представляем не только зерновые, но и плодовые культуры, которые наших отечественных сортов, наши ученые разработали новые сорта. И вот это все в наших буклетах уже представлены. Помимо этого, здесь представлены компания комплексной реализации животноводческих проектов «Айфарминг», Невиномынский шерстяной комбинат, Республиканское белорусское производственное сельскохозяйственное унитарное предприятие по племенному делу и многие другие. Мы собрали очень много полезных контактов. Мы посмотрели, как развивается овцеводство, направление овцеводства. Мы понимаем, что мы идем в ногу со временем, потому что у нас очень хорошие специалисты по эмбринологии. То есть вы в простой матке можете получить племенного ягненка. И как раз для воспроизводства, для улучшения поголовья это прям очень хорошее направление. Посмотрели, какие породы здесь существуют. Очень много было представлено именно различных пород. И было очень интересно. Очень здорово. Очень понравилось, как все организовано с точки зрения выступления команд, с точки зрения представления промыслов Дагестана. Вот уже даже закупились. Люди подходят, интересуются, спрос есть, образцы трогают, щупают. Впечатления ярмарки только позитивные, так как люди тоже заряжают нас энергией. В общем, все нравится. Стоит отметить, что выставку племенных овец и коз посетил и муфтий Дагестана шейх Ахмата Фанди. Экскурсию представителю духовенства провели заместитель председателя правительства региона Нариман Абдулмуталибов и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбий Аджеков. Муфтий ознакомился с поголовьем и пожелал животноводам процветания. Также в рамках выставки состоялся розыгрыш 11 сертификатов на получение ценного приза – живого барана – и 10 сертификатов на корм для животных. Участие в нем мог принять любой желающий. Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза страны Дмитрий Бутусов в рамках церемонии закрытия выставки вручил аграриям награды. Золотой медаль за вклад в развитие агропромышленного комплекса России был награжден заведующий отделом животноводства Федерального аграрного научного центра Республики Дагестан Абдусалам Хажохов. А 12-летний чабан из ПК племхоза Красный Октябрь Козвековского района Магомед Хайбулаев был удостоен почетной грамоты Национального союза овцеводов России. Победителем 24-й выставки племенных овец и коз и обладателем автомобиля Нива Тревел стала агрофирма Сагратль из Дагестана. Продолжение следует...